Деляна Баласанова Девушки это бриллианты, но вы какую-то невероятную историю про Агата рассказывали, вот можно нам чуть-чуть озвучить? Можно, можно, но лучше, конечно, ну как, наверное, все-таки лучшие друзья девушек бриллианты, наверное, по их цене, вот, а если брать все-таки магические свойства камней, то есть камни более сильные, более сильные, более мощные, более красивые, камни, которые каждый день в нашей жизни, ну, что такое бриллиант? Ну, камень, ну да, ну красивый, но он пустой. Он пустой, он мертвый. Марион. Почему? Ну, его всегда считали камнем чернокнижников, алхимиков, ведьм, ну и прочих таких людей, где они считают, что с помощью этого камня люди могут гадать, могут предвидеть будущее, могут развить себе какие-то, такие очень магические экстрасенсорные способности. Вот вы за 20 лет своего творчества с какими историями сталкивались, вот, в отношении каких-то таких необычных, экстрасенсорных, может быть, свойств камней? Ну, я так думаю, что, в принципе, главное свойство всех камней это отводить, раньше говорили с глаз, сейчас говорят плохая энергетика, все-таки, наверное, вот, мы сами того не понимая, каждый из нас обладает каким-то определенным спуском энергии, которую мы направляем. На моих глазах произошла одна история, когда женщина купила красивое серебряное украшение с винтарем, вот, и купила его настолько дешево, настолько дешево, что сама была поражена, и, естественно, тут же побежала показывать его своей маме. И вот, в результате, пока она добежала до мамы, это было буквально через дорогу, заходит к маме и говорит, ну, страшная голова, прибежала показать тебе украшение, не могу, душит, что-то я себя плохо чувствую, тошнит, пошла домой. Заходит домой, открывает плечу на дверь, подходит в зеркало, снимает колье, кладет его на тумбочку и говорит, аминь, поднимает голову, нет тошноты, ни головокружения, ни боли, вообще просто вот ничего нет. И она стоит вот, пораженная, смотрит на себя в зеркало и думает, ну, быть этого не может, если бы мне кто-нибудь рассказал, я бы не поверила. Опускает глаза на украшение, средний камень, просто лопнет. Камни, мне кажется, это такая субстанция, такое вещество, это такой минерал, они настолько воспринимают, они копят в себе только добро, то есть негатив их держаться не может. Если это негатив, то он просто либо упадет, расколется, либо он потеряется. Камни не могут держать себя плохого, они накапливают только позитив. Свадьбы, дни рождения, юбилеи, какие-то радостные события в доме. Они не могут держать плохого, поэтому сказать, что, допустим, вот ты работаешь с камнями, и ты какой-то негатив на них выплескиваешь, они в себе его держать не будут. А что самое сложное при создании украшения? Придумать. Придумать его. У меня иногда уходит неделя на то, чтобы придумать какое-то очередное украшение. О том, как его сделать, это уже для меня вопрос не стоит. То есть я знаю столько всего об этих украшениях, но этот вопрос для меня не стоит. Придумать украшение самое сложное. Придумать то, чего еще нет нигде. Вот это да. Что очень хочется. И насколько сейчас ценится украшение ручной работы? На ваш взгляд? Очень. Очень ценится. У нас наконец люди поняли, у нас женщины поняли, что каждая из них индивидуальна. Что каждая из них единственная и неповторимая. Поэтому они приходят ко мне сюда и говорят, а вот у вас там что-то, а вот я хотела бы. Я говорю, подходите, выбирайте, смотрите. Это они когда подходят ко мне, они говорят, а я хочу вот это, нет, вот это, а я хочу вот это. Так, подождите, а давайте мы вот это сделаем. В результате мы выбираем совершенно не то, что она, совершенно не то, зачем она пришла. Мы делаем ей что-то индивидуальное, на заказ, личное ее. И она, как правило, бывает в таком восторге, что, ну, естественно, возвращается к нам снова и снова. Как мы видим, чтобы создать украшение, нужно не только усердие и терпение, но и фантазия. Порой для разработки эскиза того или иного украшения требуется недели, потому что каждой хозяйке важно подчеркнуть ее красоту и индивидуальность. С вами была Анна Баарина со Трудовая ТВ-Книжка. До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова